В целях защиты 15, 16 и 17 микрорайонов от паводка местные депутаты единогласно проголосовали за выделение средств на проект по укреплению берега Юганской Аби. Как отметили парламентарии, в перспективе этот участок набережной мог бы стать отличной зоной отдыха с детскими площадками, велосипедными и прогулочными дорожками. Инициатива бесспорно хорошая и востребованная, но на её реализацию понадобится весомое финансовое вложение. По мнению главы города Эльвиры Бугай, на сегодняшний день эти средства более востребованы в решении других глобальных и острых проблем. Сам проект тоже не дешёвое удовольствие. Сами понимаете, что у нас каждая программа имеет софинансирование с местного бюджета. На сегодняшний момент у нас стоит стратегическая задача полностью предоставить жильё тем, кто проживает в аварийном фонде. Поэтому сроки программы сдвинулись с 2024 года на 2023. Поэтому сейчас мы передовыми темпами идём к достижению этой цели. И это требует очень больших финансовых вложений со стороны города. Всё поэтапно, всё постепенно. Первым шагом к строительству большой зоны отдыха на набережной стал расчёт на выполнение инженерных изысканий, а также осуществление подготовки проектной и рабочей документации. После укрепления берега власти будут искать основной источник финансирования крупного проекта. Один из самых реалистичных вариантов – это использование федерального бюджета. На сегодняшний день запланировали проектную работу, изысканные денежные средства. На сегодняшний день технические задания готовы, документация. Я думаю, до Нового года объявят торги. По проектированию именно берега укрепления проектирование составит 10 месяцев. То есть до следующего года всю работу сделают. В рамках берега укрепления планируется укрепить берег от речи порта до моста практически. Скорее всего, это будет сделано поэтапно, потому что, учитывая объёмы работ, и, соответственно, проект будет финансоёмкий. Общая протяжённость захватывает и 16-й микрорайон, и 15-й, и 17-й микрорайон. Довольно-таки протяжённая часть берега. Почему об этом заговорили? Это касается безопасности ближайших микрорайонов? В том числе у нас 17-й микрорайон активно застраивается. Сам проект планировки 17-го микрорайона ещё был выполнен в 2020 году. На мой взгляд, тот проект планировки, который был представлен нам в начале этого года в Комиссии по городскому хозяйству, он довольно-таки интересный. Такой создаст притяжение для нашего населения именно в этой части города. Конечно, вопрос очень актуальный, так как строят многоэтажные дома в 17-м микрорайоне. Всё зависит, опять же, от погодных условий. Мы все помним, как Юганская ОП прям вплотную приближалась к 17-му микрорайону. И в этой связи и актуально, и своевременно делать берега укрепления. Давайте зайдём немного с другого угла. Что будет, если не укреплять? Риск подтопления территории 17-го микрорайона частично, конечно, есть. Несмотря на то, что все дома, ну, довольно-таки они подняты на приличный уровень. То есть прямого риска на сегодняшний день так таковы нет, если судить из паводковых ситуаций. Но, тем не менее, эту работу необходимо выполнить. В нашем регионе есть положительная практика, довольно-таки активную эту работу. Даже в таком маленьком городе, как Мегион, провели. Они выиграли всероссийский конкурс по формированию городской комфортной среды. Они точно так же проектируют и будут делать набережную. И нам, конечно же, нельзя отставать в этом плане, так как наш город и больше, и более динамично развивается, так скажем. Ну, соответственно, необходимо реализовать. А вот сам процесс укрепления береговой зоны, он как? Ну, как это будет происходить? Происходит вертикальное бурение соответствующих опор, потом с последующей насыпью. Все мероприятия, которые, конечно, будут выполняться, они будут определены проектом. И только после этого можно будет обсуждать, что именно планируется. Надолго ли хватит этого эффекта, когда в следующий раз потом предстоит снова укреплять? Это надо сделать раз и навсегда, как бы к этому вопросу не возвращаться. Потому что вопрос серьезный и, повторюсь, финансово емкий. И необходимо это сделать на века, как говорится. И после чего, правильно, если я понимаю, будем заниматься красотой? Конечно, после этого необходимо заявляться в федерацию, когда уже будет на руках и проект, и береговое укрепление, проект планировки 17-го микро-района и прибрежной территории. Есть реальная документация, рабочая, актуальная. Соответственно, необходимо обращаться в федерацию для участия во всех возможных программах. Тем более положительный опыт есть в нашем регионе. На этом месте что будет? Жилые дома или все-таки парк? Что запланировано здесь? Город все-таки развивается и 17-й микрорайон в том числе? Ну, по тому проекту планировки, который я видел, тут жилых домов нет. Есть детские площадки, спортивные площадки, специальные дорожки для велосипедистов, фонтан там предусмотрен и ряд административных объектов, зданий, которые не жилые. Здесь предполагается зона отдыха? Да, тут предполагается зона отдыха. И я уже в комиссии говорил, идеальная зона прогулочная, парковая была бы здесь, ежели в 4-м микрорайоне. В 4-м микрорайоне, на мой взгляд, это все же получится, наверное, больше аллея, чем парк. По территории не совсем сопоставимая. Поэтому упор необходимо сделать на набережную. И я уверен, при активных действиях мы добьемся реализации данного проекта. Необходимо только двигаться в этом направлении. Как думаете, получится ли добиться этого в Думе 7-го созыва? Ну, я, по крайней мере, рассчитываю на то, что будет сделан проект берега укрепления. И, как минимум, мы должны обратиться в федерацию по заявке, по участию в федеральной программе по формированию комфортной городской среды. И я в этом направлении активно буду этот вопрос прорабатывать с администрацией. Я понимаю, что необходима доля финансирования со стороны муниципалитета. Но, тем не менее, нам необходимо этот вопрос двигать и решать. Проблема плохого освещения дорог и микрорайонов Нефтьюганска в нашем городе многолетняя. Ситуация обостряется в осенне-зимний период, когда юным горожанам приходится добираться до школ и спортивных секций по темноте. В этом году муниципальные власти вплотную занялись решением данного вопроса. Освещение появилось сразу на четырех проблемных точках города – на улицах Мира, Жилой, Нефтяников, а также на проезде 5П. В общей сложности в нашем городе появилось почти 200 новых светоточек. Однако это не решает проблему полностью. Значительная часть города все так же остается темной. Все, что было в этом году, какие проекты были созданы, мы все осуществили. Мы потратили ориентировочно где-то 62-64 миллиона рублей для того, чтобы осуществить 4 проекта. Мы не стоим на месте, проектируем, закладываем деньги для того, чтобы мы работу поэтапно вели. Инвентаризация проходит во дворах с какой целью? Во-первых, посмотри, где просто лампочки не горят, понимаете? Где-то можно заменить какой-то прибор освещения. Поэтому сейчас эта ревизия будет проведена. Посмотрим все, что сможем мы своими руками сделать, все, что не сможем, будем включать конституционные соглашения. Понятно, что все не охватить в раз. Вы тоже должны понимать. Проблем очень много в городе, не только по части освещения. Поэтому все, что в наших силах, все будет делаться. Комиссия, которую упомянула Эльвира Бугай, занимается осмотром жилых зон и определяет наиболее проблемные с точки зрения освещенности места в городе. В эту комиссию входят департаменты муниципального имущества, ЖКХ, управляющие компании, а также УКС. Ходят люди вечером, в темное время суток, ногами все топчут в наши микрорайоны и прям реально смотрят, где не хватает света. Все фиксируется, актируется для дальнейшего принятия каких-то управленческих решений. В целях улучшения освещения написаны письма во все общеобразовательные учреждения города Нехтюганского, департамент образования, на то, чтобы не выключали уличное освещение вокруг школ и садиков. Дабы повысить эффективность освещения. Эти работы все выполняются. Даже когда детки не учатся, свет у нас горит в ночное время. Помимо этого, муниципалитет уже запланировал работы на следующий год. Согласно планам, в 2023 году для первого микрорайона наступят так называемые «светлые времена». Там модернизируют семь светоточек, как уличных, так и дворовых. Отмечу, что в случае поломки приборов освещения в вашем микрорайоне, можно обратиться в единую диспетчерскую службу, департамент ЖКХ или в универсал-сервис. Прошедшее заседание городской думы седьмого созыва завершилось очередным кадровым решением. По итогам единогласного голосования депутатов, пост заместителя председателя городской думы занял Александр Никитин. Пошел Александр Александрович занять место в президиуме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин